Всем привет, с вами снова я, Серёга, и мы продолжаем с вами гайды, да, прикинь, прикинь чё, гайды. Сегодня у нас будет Бистмастер, Рексар, Повелитель Животных. Так вот. Начну с того, что это нормальный герой, если его правильно качать. И да, гайда у меня на него не было ещё, этот поворот, да. Качаем мы сначала, в первую очередь, Кабанчика. Кабанчика качаем перед центром, но не делаем их, не кормим соперников. Просто делаем Кабанчика уже чуть ближе к центру. Чуть ближе к центру. Также качаем мы Мишку, и если есть инвизные, инвизные герои, то мы качаем третий скилл, это Птицу, у которой есть Ясновидение, если вам не хочется тратиться на Камень Ясновидения. Просто можно сделать Птицу. И четвёртый скилл у нас получается Стадо Ящериц. Мы её по-любому качаем, потому что это офигенная ульта, начиная с 21 уровня, по-моему. Там уже уровень ульты становится на четвёртый уровень, и она захватывает уже большую территорию. Топ, топ, короче. Вот. Заранее делаем до центра Кабанчиков. Чем больше, тем лучше, потому что Кабанчики бьют, получается, по области они бьют, поэтому мы не покупаем ни тролля, ни коня, мы просто обледим атаку. Ну, будьте внимательны, если у вражеской команды есть тролль, то мы не отдаём своих Кабанчиков, а ставим туда, где тролля нет. Ну, вы поняли, как у меня тролля, говорю, который диспеллит наших Кабанчиков. Ну, здесь мне повезло. Четвёртая команда не взяла тролля, и это рай для Рексара. Правда, здесь есть, вот смотрите, конь, он кидает электрический щит, и поэтому я решил купить всё-таки тролля, чтобы распылять, чтобы мои воины не так быстро умерли. Вот. Чтобы они не так быстро умерли. Сделал я здесь птицу первого уровня, но не надо было, не надо было. Сейчас вроде, как бы, инвизные герои особо не парят, и не стоило, просто стоило вкачать в плюсик. На четвёртом уровне мы уже качаем нашего Мишу, потому что Миша, когда раскачанный, это вообще жесть. Вот там атака. Ну, огромная, огромная атака. Как только накопили косарик, тысяча золота, то мы сразу качаем эльфов. Дальность, потому что не хватает нашим Мишам дальности, и поэтому мы качаем эльфов. Как только набрали шестой уровень, пытаемся ультовать, но я не стал ультовать, потому что там есть и тролль бегает, и у четвёртой команды тролль бегает, и огненный этот... Я забыл, как вы... Ну, короче, вот, они разбежались тут вроде как понемножечку, и я начал ультовать. Правда, что-то я тут не досмотрел, и... меня убили. Убили. Я был ашарашен. Ну вот, как-то так. То есть, надо следить, следить. Дальность мы вкачиваем, ну, не очень много, нам много дальности и не надо, в принципе. В основном качаем атаку. Вкачали чуть-чуть дальности, там, 200... 275. Всё, и качаем атаку. Добиваем её до десяточки. И главное нам... Что делать? Нам держать своих двух мишек. То есть... Вот сейчас я жду ману, ману, ману. Пытаемся фармить, не пытаемся кого-то там убивать, прям целенаправленно бежать. Всё, уж видим, что можем добить. Вот. Вот, сделал я одного мишку, и желательно накопить второго такого мишку. Ну, то есть, сейчас перезарядка пройдёт, и потом тогда можно идти уже, ну, брать уже героев в таргет, нашу цель. Потому что у мишек есть стан, но они маленького уровня, они могут у вас помирать. Так что... Не знаю, как-то... Пытайтесь, пытайтесь собирать раз-двух мишек. Оп, и всё, взяли нашу компашку и зверей, и начинаете долбить, долбить уже. Вот, они не дают тпшнуться, простанили его, и нормально. Птичку я вам не советую качать, потому что она слабенькая, здоровье у меня не повышается. У неё там, по-моему, 600 здоровья, даже на 12 уровне, или... её убивает, даже тролль убьёт обычный. Хех. В общем, птичку качаем максимум на один, чтобы видеть... Скажи мне, я тебе скажу. Скажи мне, да? Чтобы видеть инвизных, инвизных героев. Вот. Когда вы качнули атаку где-то до 9, примерно, 9-10, то мы покупаем ауру выносливости, чтобы наши мишки, там, кабаны, всё это зверьё бегало чуточку побыстрее и атаковало тоже немножечко побыстрее. После этого можете добить атаку до 10, и потом обгвидится в нежить. Так, потихонечку фармим, фармим. Вот, я тут увидел, увидел, что очень много бабла, и всё это забрал. Забрал. И сразу же мы да, на всякий случай берём трольку, хотя он у меня, по-моему, остался с центра, бережём трольку, чтобы он хилил нас, когда мы стоим бездельничаем на базе, прокачиваем нежить, как только накопили, и вкачиваем скорость. Чем больше скорости, тем лучше. Но не стоит усердствовать там как-то, если вы видите, что вы просели там, или проседаете, вас убивают. Здесь просто вот есть у меня, у союзника камень, поэтому, ну, он правда не бегал со мной, но мне было чуточку полегче. Всё-таки, хоть он когда-то находился рядом со мной, поэтому мне было чуточку полегче. Если вы видите, что Рексар перестаёт тащить, не надо прям, вкачивать очень сильно, там много нежити, нежити, нежити. Опять началось это заговаривание. Вот. Лучше накопить и на другого героя, хотя может выпадить говнишко, но если Рексаром совсем не выходит, лучше накопить другого героя, чтобы не проиграть. Здесь я вроде как чувствовал, пока всё нормально, хоть и у первой команды есть, мы видим камень. Камень. Ну вот. То, ну, я не переставал, не переставал, не забрасывал Рексара, не копил на героя, потихонечку прокачивал я. Хотя, даже можете и похитрее поступить, если вы видите, что у вашего союзника там есть уже нежить, можете даже, блин, не постесняться спросить, сколько он скачал, ой, скачал, отлично, молодец. Сколько он прокачал нежити, там, не знаю, если у него есть 625, то вам, смотрите, выгоднее взять, купить себе свиточек за 2 косарика, вы помните, помните, да, в магазине какой, который забирает бафы, если вы не помните, то я покажу, покажу вам на экранчике, вы увидите, увидите его иконочку, то просто просите вашего союзника купить краба, краба, обычного краба, он стоит, по-моему, в магазине наемников соточку, соточку, 100 золота, он стоит, ваш союзник покупает краба, например, вы выводите его на центр и сразу же убиваете краба и забираете как раз с этим свитком бафы с краба, это сколько-то скорости там вашего союзника, не знаю, может он еще прокачал до этого, людей может он прокачал или еще кого-то, вы все равно сберете все его бафы с этого краба, дальность там, людей, нежить, орду, если он прокачал столько, и еще дополнительно на центре может вы с трупов противников соберете там, ну еще какие-то там энные бафы, там не знаю, может кто-то людей больше прокачал, я думаю вы поняли о чем я, лучше выбрать ну хорошенький момент такой, увидеть там, опа, полегла там лучница, умер орк, обычный там, смотрите, сколько вы просто поколасали, бац-бац, сколько там у орка жизни, если у него не 600 жизни, по-моему 600 по стандарту орка, а там где-то 8, ну ладно, 800 я бы, нет, все равно краба забирать, если вы видите, что там 1000 хп, то конечно бежите на центр, вместе с этим крабом, убиваете краба, и забираете все бафы там, и все, просто радуете жизни, и тогда ваши мишки будут бить очень сильно, хп у них будет много, там дальность, может еще больше заберете, я думаю, вы поняли, о чем я, вот такой вот нехитрый способ, чтобы забрать нежить, но это все делается, чтобы забрать нежить, не нужно говорить, союзнику купить краба, если он не качал нежить, в этом смысла тогда не будет, просто, если, он умирает, допустим, рифо, то вы забираете как раз бафы на здоровье, на здоровье бафы забираете, нежить вы никак не заберете, если умрет гноу, или паук, там, то есть у нежити невозможно забрать бафы, если не купить краба, все, вот, все, остановимся на этом, я не буду вам пудрить мозг, все, нежить нельзя забрать, кроме, как, через краба, хотите взять нежить, попросите, не, хотите взять нежить, попросите вашего союзника, чтобы он купил краба, все, все, закончили, окей, а то как-то трудно, трудно мне стало, так, но, вот, меня замучил немного джут, и поэтому я решил купить камень ясновидения, не помню, когда, но я его купил, купил, если у вас нет, если вам инвизные там герои, противники не мешают, то и можно не покупать, можно птичку, птичку, блин, птичку делать, третий скил ваш, сделайте птичку, и пускай она с вами летает, но, здесь, по-моему, попались хитрые, хитрые ко мне, инвизный этот противник, и он просто убивал мою птичку, вроде как, или я просто ее не делал, в общем, вот, ну а так качаем только первый, второй скилл, и, конечно же, нашу ульту, понемногу вот так пытаемся собирать, если вы видите много еды, то как-то, как-то пытаемся собирать, и при этом, просто ультанули, взяли, как сказать, своих мишек, там, зверье свое, и просто не даете добежать до вас, мишки еще умеют встанить, они не дадут вас быстро убить, если вы у вас ручки не из попки, тогда все будет нормально, хотя вот у меня были ручки из попки, меня чуть не убили, еще не забывайте, снайпер это легкая еда, там, пару тычек с мишки, и все, он умрет, поэтому, снайпера, забирайте, в тихий дом, снайперы, всегда вкусные, и главное, смотрите, как я всегда говорил, это не отставать по уровню, а если вексар, блин, будет 30, ну, уже, по-моему, 30 какого-то уровня, у него уже миша будет 12 уровня, это значит, что у него атака будет, ну, где-то к осаре 200, по-моему, если вы еще там прокачали, и еще плюс, можно купить ауру, ну, которую атаку повышает у всех дружественных войск, покупаете эту ауру, она, по-моему, стоит также, 850, а, боевые барабаны, боевые барабаны, вот, покупайте боевые барабаны, и атака еще больше усиливается, и здесь я решил взять сферу, потому что, меня замучил этот, лич, который кидает щит, да, джут, который быстро бегает, быстро бьет, чтобы все это, дебафать, и убивать их, просто подстраивайтесь под игру, если вам мешает лич, который бегает с щитом, то вы покупаете сферу молний, если джут, ну, то же самое, только вам еще придется купить амулет на промахе, чтобы он промахивался, по вам, вот такие пироги, с 21 уровня, рексара ульта, у него достает уже до, до вражеской базы, и вы можете со своей базы, пускать ящериц, на волю, все такое, но мишами, трудно вот, мишками забрать камни, потому что, он имеет отдачу, хотя не стоп, это же была не обновленная версия, значит у камня не было уже возвратки, или была, подожди, уже убрали, а нет, не убрали, не убрали, да, мишки очень быстро будут помирать от возвратки, поэтому можно, фишечку какой-нибудь там, не знаю, придумать, если у вас есть герой, хекс, герой хекс, то мы покупаем, герой, вот как у меня есть, хексик, и это, все это, смерть камню, вы просто, хексите камня, и забираете его дом, на изи, но у меня пока не хватает денег, и я по моему, не собирался его еще покупать, тут как босс, как босс забрал я лича, сам, без мишек, без всего, пытаюсь я набить уровень, чтобы у меня ульта стала, ну, в смысле, стала, чтобы ульта, у меня была, 6 уровня, тогда, стадо ящериц, просто будет ломать, лица, ну, все, по-моему, я добил, я не знаю, что я, а вот, теперь я добью, мишек сразу же качаем, мишек качаем, в самую первую очередь, а потом уже все остальное, ульта тоже своевременно, своевременно, ну-ка, сколько у мишки атаки, покажи, покажи, нет, я не показал, сколько у миши атаки, но у него уже там, должно быть, прилично, и здесь я решил, ультануть, смотрю, там, начал присылать джут, за иллюзии, сейчас дается золото, если кто-то не знал, ну, я не знал, а потом вот увидел, ну, это я давно, уже давно, давно увидел, даже можно, выбежать на центр, ультануть, таким образом, и тогда вы сможете, забрать все 4 команды, но это нужно, чтобы, ну, то есть, аккуратным быть, и хотя бы иметь амулет один, чтобы, защитил вас от стана, или от сетки, там, не знаю, и нормальные союзники, чтобы вас прикрыли, ну, или можно просто, на дурачка выбежать, и ультануть, можно и так, забираете по максимуму, сначала золото, а потом уже добиваете игрока, которого там, не знаю, вы начали прессовать, бам-бам, сначала забрали его еду, потом его уже убили, такая тема, не надо там, как-то, быстрее снес, снес, а у него там оказалось, футманы в уголке стояло, блин, миллион футманов, миш, делайте сразу двоих, пытайтесь, чтобы одного мишку не убивали, оставляя, оставил, перестал заглавливаться, оставляете его в сторонке, и потом делайте второго мишку, и бегайте уже с двумя мишками, но здесь, смотрите, один мишка жесткий уже, потому что, вообще, он жесткий сам по себе, вот вы видите, не знаю, 35 минуты, игра, я еще не скачал нежисть, но это, не важно, не важно, здесь я уже взял Хекса, для того, чтобы, ну все, мы, то есть, победили уже там, какую команду, четвертую, победили четвертую команду, поэтому я взял Хекса, чтобы, уже играть против первой команды, против их камушкам, потому что, с камушком, труднее будет, играть, мишки не пробьют, никого, ничто, ни здания, там, не знаю, ни героев, ни здания, короче, вот, по возможности, сносите, у, противников, вот эти, кенненки, которые убивают мясо, если вы не хотите их сносить, просто оставьте их, снесите им кенненки, все башни, и потом это будет просто ваша еда, и все, здесь я мог выбежать на центр, и ультануть нормально, я взял и что-то, не знаю, что-то, что-то вообще измудрился, как-то, мой промах, короче, ну вот видите, почти он дотягивает до первой тимы, мне надо было чуточку выйти, чтобы, блин, забрать первую тиму нормально, ну то есть, всю еду их, вон, сколько у них там еды, но я что-то затупил, блин, не знаю, не знаю, не тупите так, когда у вас будет, шестой уровень ульты, и не подставляйте, чтобы не просрать ее, первую секунду, так что вот, ну а в принципе, у меня все, ребята, ставлю это видео до конца, чтобы уж посмотрели до конца, и здесь я купил броню, на защиту, потому что камушек, что-то бегает где-то, непонятно где, что-то умирает, я решил взять себе броню, чтобы меня джут не очень сильно пробивал, там еще он есть, и будет мастер, чтобы мишка быстро не умирал, в общем, вот, это для удобства, если у вас там, если вас прессуют маги, то не нужно брать эту броню, это я взял против ближников, там против Блэдмастера, против, я думаю, это понятно, что я вам рассказываю, хотя это для новичков Габи, но, в принципе вот, а всем спасибо за просмотры, спасибо, приятного вам просмотра, до конца, а с вами был я, Серега, всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...